Ну вот наступил 2019 год и на первом занятии с этого нового года, выступившего, заявлено новелла, которую иногда вставляют в такую романтическую, жанровую традицию страшилок. Новелла Гонста Теодора Мадея Гуфмана «Пометизюр». Выбор этой новеллы в том цикле, который, я надеюсь, мы, те, кто ходит, все-таки завершим в конце уже сезона, то есть где-то в начале лета, по названию «Очень медленное чтение». Выбор этой новеллы обусловлен все-таки тем, что сегодня в современном культурном процессе в общем, в значительной степени связано с какой-то, с моей точки зрения, неожиданной, поразительной реабилитацией литературы, как особой формы отражения того, что именуется, ну скажем, философией, действующие антологические динамики в истории человечества. Основной спор в 20 веке, в котором победили, прежде всего, я имею в виду основной спор, вот в нашей стране, в 60-м году, касался спора великов и физиков, в котором победили физики, вот этот основной спор в 20 веке, в конце 20 века, перешел в такое почти страстное противостояние двух основных теорий всего. Теория всего, так называется, одна из последних книг одного из самых репрезентативных современных ученых-теоретиков, знаменитого космофизика Стивена Хокинга, который, в общем, пожалуй, в самой серьезной степени отразил претензию современной научной культуры, современного естествознания на то, чтобы стать уже философией, то есть объяснить то, что вот называются основные бытийные принципы, покрыть все поле вопросов, с которыми уже тысячелетиями мучаются разные типы общественного сознания, включая искусство. И вот я, например, проводя в университете, участвовав в цикле под названием «Великие книги», в самом конце прошлого года предложил студентам как раз две теории всего. Теория всего, название даже этой книги Стивена Хокинга во многом говорит, повторяю еще раз, с точки зрения все-таки своеобразной такой коллективно-массовой победоносности современного естествознания, дарующего современному человечеству, ну, скажем, те известные всем блага, без которых сегодня, видимо, мы уже не сможем быть в той или иной степени, ну, скажем, внятности нашего отношения к миру и к этим непосредственным параметрам, этого мира, научно-магическим, технократическим. И вот Стивен Хокинг, повторяю еще раз, вот он побудил меня выбрать в качестве такого своеобразного спора между двумя основными теориями всего. Это, прежде всего, теория всего, повторяю еще раз, отраженная в этой книге Стивена Хокинга. И той теории всего, которая отражена, прежде всего, конечно, в религиозной культуре. Вот почему я бы предложил на их выбор две книги. Теория всего Стивена Хокинга. И вторая книга – это Евангелие от Иоанна, где тоже теория всего, в обратной пропорциональности к теории всего Стивена Хокинга. Но почему же все-таки вот литература, с ее попыткой реабилитироваться, повторяю еще раз, на эту тему сегодня написаны замечательные работы, многие из них наших отечественных исследователей. Я просто был потрясен вот динамикой этих работ, которые появились в последние десятилетия, где, в общем, предпринимается такая какая-то чрезвычайно значимая для будущего, во меньшей мере, России, но и даст Бог всему миру, попыткой вернуться к тому, что называется критерий, критериальность истинности художественной культуры в целом и художественной литературы в частности. Эта попытка, повторяю еще раз, доказать то, безусловно, с учетом теории всего как современной науки, так и динамики религиозной культуры, показать то, что в литературе все-таки отражается нечто, что в значительной степени, в общем, будучи параллельным, нередко происходящему в украинских высших формах культуры, имеет все-таки свою особую специфику, связанную прежде всего с тем, что, ну, можно говоря языком Пондаровского, такого знаменитого польского исследователя, назвать алхимия слова, или то, что еще можно назвать, ну, тайно, или, говорят уже таким совсем научным языком, то, что можно назвать гетеротопика слова. Гетеротопика означает многопространственность слова. Литература повязана с тайной языка. И в этой связи, повторяю еще раз, те, кто все-таки взматривается вот в эту гетеротопику, в эту многопространственность, буквально вот в онтологическом смысле слова, учитывая также то, что слово имеет отношение к тем онтологическим горизонтам, тем пространствам, которые недоступны нашему прямому эмпирическому восприятию. Вот для тех, кто сматривается вот в эту глубину и высшину слова, безусловно, сегодняшний герой Гоффман является серьезным поводом для того, чтобы подумать о многих актуальных проблемах, затронутых в его творчестве в целом, ну и в этой новелле «Магнетизер в частности». Вот Макс Вебер, очень известный социолог, ну и политолог, автор многих книг, переведенных на русский язык, он преподается в Вебер в университетах, прежде всего в курсах социологии. Вот Макс Вебер, он посчитал, и буквально я цитил его, что науке удалось расколдовать мир. Что уже не надо больше, ну скажем, заниматься проблемой нелегитимных волшебствований, что наука достаточно четко, пусть с некоторыми элементами вероятности, но все-таки уже расколдовала мир. Это в принципе то, что и заложено в проекте теории всего Стивена Хокинга, ну и многих других ученых, которые придерживаются современной науко-центрической модели мира. В литературе как раз все наоборот. Околдование мира нарастает. Причем нарастает в какой-то сокрытой для большинства людей людей магической инфернализации мира. Я понимаю, что инферн – это латинское соответствие ну, того, что у нас в русском ад. И в этой связи одна из самых больших опасностей, которая прослеживается в истории литературы в целом, и в романтизме, в частности, это то, как легко не заметить то, как человек в своей какой-то первонаивной детской доверчивости к окружающей реальности не замечает того, что он становится объектом манипуляции вообще непостижимых для его естественного чувства сил. Хотя эти силы, по меньшей мере, упомянуты в традициях большинства религиозных культур. И в этой связи романтизм в целом, как особый вид культуры, появившийся, прежде всего, конечно, в XIX веке, и немецкий романтизм в частности, особенно немецкий романтизм, в частности, он как-то непоразительно как раз и касается проблемы вот этой незамеченности, того, как человек, в общем, становится, повторяю еще раз, нередко жертвой. Может быть, даже эта жертвенность становится для него, связана для него с каким-то удовольствием, но непосредственно в манипуле. И в этой связи я хотел бы, прежде всего, начать и реабилитировать, ну, скажем, мое прощение к магнетизеру, упомянуть парадоксальное слово российского философа Павла Толича Корсабина, который как-то рассказал, что немецкий романтизм, он сказал вообще западный романтизм, был незамеченной попыткой для самих романтиков вернуться в православие. Однако попыткой в конечном итоге сорваны, но сама попытка дорогого стоит. Это абсолютно парадоксальное осуждение в отношении романтизма, но я постараюсь хотя бы кратко сегодня эту проблему, отмеченную Корсабином, затронуть. Те, кто сегодня серьезно пытается реабилитировать литературный процесс, говоря об, я буквально употребляю современный научный термин, который все время упоминается в этой среде реабилитации, показать всю правомерность онтологического статуса литературы, те нередко, прежде чем, конечно, представляя нашу с вами российскую динамику культуры, настаивают на необходимости того, чтобы философия культуры в значительной мере перешла все-таки в теологию культуры, но некоторые говорят более мягко в метафизику культуры, поскольку именно в антологии литературы, вот в гетерономии или в гетеротопике слова более всего отражает то, в каком сложном мире мы с вами живем. А этот мир, прежде всего, конечно, представлен такой многофакторной, но все-таки достаточно ясно структурированной религиозной картине мира, где, как вы знаете, человек окружен участниками, которыми в традиционных кодах религиозных культур занимаются такие направления, как ангелология или демонология. То, что нередко, в общем, нередко или аллергически, или нигилистически отрицается философия культуры. Тот текст, который мы сегодня кратко рассмотрим, он в конечном итоге является, с моей точки зрения, поразительной и гениальной попыткой Гоффмана отразить, я сам даже не знаю, каков источник вот этой Гоффмановской нарративности, этой Гоффмановской нарративы, наррации, то есть повествовательности, которые порождают у него, даже в переводе на русский язык, вот подобное хитросплетение, фабульное, сюжетное, мне, как, например, все-таки такому жесткому, нередко логическому, вот, зацикленному аналитику, понять эту истоковость до сих пор остается, в общем, достаточно сложно, хотя я постараюсь так кратко тоже о ней сказать. Но, надо исходить из того, что в этой новелле, безусловно, представлена механика того, о чем уже говорил, механика инфернализации бытийного процесса. Прежде всего, конечно, через кражу женщины, поскольку в литературных, в системе литературы, в системе уравнения литературы именно женщины, даже с точки зрения самой семантики слова, и является тем эпицентром бытия, за которым идет основная борьба между участниками вот этого бытийного процесса. Чтобы сразу вот начать, я хотел бы еще раз указать на то, как многие немцы, поскольку все-таки мы касаемся немецкого текста, возвращались вот к проблеме, затронутой в этой новелле. Да и в некоторых других произведениях Кузьмана, и в этой связи я хотел бы процитировать одного из немцев, очень сложного немца, хотя он уже упоминался тоже не раз, это Мартин Хайдеггер, в частности, один из его ранних очерков, который он посвятил попытке разобраться в тайне Сикстинской Мадонны. В этом очерке Хайдеггер ставит проблему образа. И пишет следующее, говоря об образе Сикстинской Мадонны. Вокруг этого образа, тут очень важно сразу зацепиться за понятие образа, собираются все нерешенные еще вопросы об искусстве и художественном творении. А дальше он уточняет. Слово образ означает всегда лишь одно, а дальше поразительно, лик, то, что смотрит на нас. В этом очерке Хайдеггер, который был воспитан в католичестве, в общем, предстает как невероятный католик, поскольку касается самой трепетной проблемы религиозной культуры. Это проблема человека как образа, ну и подобие. И с точки зрения даже, ну скажем, семантики, образ в самом деле означает то, что раз мы образ, то это означает то, что мы что-то в этом образе отражаем. Прежде всего то, что Хайдеггер как раз и пишет, то, что на нас смотрит. Если постараться хоть немножко приручить вот это суждение для нашего такого бытового сознания, то, и опять же воспользоваться, ну, возможностями, там скажем, научной культуры хоть немножко, то вот мы можем с вами вот это смотрение нашего образа, ну, богоподобного, с точки зрения религиозного сознания, это смотрение нашего образа на нас в нашем неподобии. Потому что подобия нет. Образ с точки зрения даже религиозных психологий всегда сохраняется, его очень сложно разрушить. Но вот подобие, как правило, функциональная сторона образа, она деформируется, она искажается, в том числе, конечно, не только по нашей собственной вине. То вот образ означает, прежде всего, повторяю еще раз то, то, что Кант, например, связал с совестью. Поскольку вот Кант сам удивлялся тому, для него совесть – это факт. И он видел, что окружающая его немецкая действительность – это действительность моральной деформации. Но он, будучи, в общем, не религиозным человеком, а философом, прежде всего, он был вынужден признать то, что есть в психологии современного ему немца есть то самое окно, та самая онтологическая дыра, которая, в общем, сохраняет коничность человека как образа. Эта дыра есть совесть. Вот почему, но совесть уже никто не хочет слушать с точки зрения Канта, вот почему он оставил на репрессии, на моральные репрессии против самого себя. Итак, образ как то, что смотрит на нас. Смотрение. Вот главная тайна магнетизера. Поскольку те из вас, кто все-таки прочел эту новеллу, знают то, как в этой семейной хронике отражена гибель семей, через смотрение, через глазение. Смотрение, убивающее в конечном итоге Мария, заглавную героиню этой новеллы, которая предстает, безусловно, как истинный образ мира, что кодировано даже самим обращением к библио-центрическому имени Мария. Ну, а кто же убийца, и как происходит это убийство? Я зачитаю большую цитату из третьей части этой новеллы. Оружие – это цитата из письма Альбана к Тейлбальду. Альбана, если кто-то считал, помнит, это как раз тот, кто в общем, в конечном итоге является выявленным Гоффманом в сюжетном развитии этой новеллы, является убийцей. В письме Альбан пишет, обращаясь к Тейлбальду, оружие, с помощью которого мы, наделенные высшей властью и могуществом, ведем борьбу против стоящего на более низкой ступени начала и подчиняем его себе. Уже вручено нам. Но как же случилось, что такое проникновение в существующее в нас духовное начало, такое втягивание его в свое «я» и господство над ним, благодаря открытому нами средству, было названо магнетизмом. Ведь название это не просто несовершенно, а более того, будущее производным от наименования физической силы обозначает от них не то, что мы понимаем под этим. Да, именно врачом должен был быть тот человек, что первым поведал миру тайну, которую некая незримая церковь хранила как самую драгоценную святыню, чтобы затем выставить наименее существенное ее проявление в качестве единственной цели ее воздействия. Ибо так был соткан покров, за который не могут проникнуть взоры непосвященных. Не наивно ли полагать, будто природа подарила нам чудесный талисман, позволяющий царить в мире духов лишь за тем, чтобы мы могли исцелять зубную боль на грене тому подобное? Нет. Безусловное господство над высшим духовным принципом жизни вот к чему мы стремимся, все глубже постигая волшебную силу талисмана, сжимаясь под действенного чарта, покоренное духовное начало должно вливаться в нас, чтобы только нас питать своей силой. Фокус, в котором сливаются воедино все духовные начала, это Бог. Чем больше лучей сходится в огненную пирамиду, тем ближе фокус. Как рассеиваются эти лучи? Они охватывают всю органическую жизнь природы, и именно сияние духовности позволяет нам увидеть в растениях и животных наших друзей, одухотворенных той же силы, стремление к господству. Это стремление к божеству очень сильнее, твое ощущение власти, тем большее блаженство ты испытываешь. А высший смысл блаженства в фокусе. Сколь ничтожно и пуста любая болтовня по поводу той изумительной силы, что даровано лишь избранным, и следовало бы понимать, что только высокие устремления, выражающие это избранничество, порождают высокую степень воздействия. Я пропускаю кусочек и подчеркиваю еще один фрагмент из этого письма Альбана, где он, обращаясь к Теобальту, а Теобальт – фигура, чрезвычайно значимая в образной структуре этого произведения, фигура, связанная в конечном итоге прежде всего с тайной, ну так скажем, католического проекта мира, само имя об этом говорит Теос – бог, Теобальт – ну, так скажем, тот, кто с ним. Так вот, обращаясь к нему, к Теобальту, которого он, бессловно, пытается убедить в правильности своего магнетизма, он пишет, «Просто мне хотелось, Теобальт, возразить тебе в ответную прегу, будто я, уступая вспыхнувшему во мне влечению, грешу против твоих так называемых моральных устоев. Но только теперь мне стало ясно, что в прошлый раз я слишком отрывочно рассказал тебе о моих отношениях в замке Барона». И вот дальше в этом письме он рассказывает непосредственно о том, о тех, кто, в общем, создает основное население, образ населения художественного мира в хронотопе, вещественно значимый. Хронотопа – это пространственно-временное вместилище художественного мира, в котором происходят все события. Хронотоп замка, безусловно, несет себе, ну, не скажем, символ, такой хронотопный символ, безусловно, несет себе семантику или коннотативность попытки защититься. Защититься от мира, который уже начинает торгаться вот в этот хронотоп защиты, с тем, чтобы в конечном итоге все то, что еще способно защищаться, было поражено этой демонической агрессией. Эта демоническая агрессия особого вида магнетизма, представленного в новой. Но давайте с вами кратко хотя бы обозначим некоторые необходимые реалии в отношении этой новеллы. Новелла «Магнетизюр» включена в цикл, который Гофман назвал фантазией «Фантазией в манере Кало». Нам, ну, людям, которые занимаются специальной литературой, нам, конечно, сразу нужно постараться хотя бы себе вот пометить то, что безусловно, само название этого цикла, он состоит из четырех частей, из четырех томов. Вот магнетизер во втором томе. Этот цикл начал издаваться в 1814 году. В Бандерге, где у Гофмана случилось всякое, сейчас не буду об этих событиях говорить, здесь все случилось, раковая для него любовь. Само название о многом говорит, поскольку Жак Калу – это тот французский рисовальщик, который, в общем, значимым образом в своих произведениях стал как раз отражать то, ну, казалось бы, все еще благополучным с точки зрения, ну, скажем, ну, с точки зрения, ну, скажем, проблемы защищенности. Религиозная культура по-прежнему считается магистральной, организующей, интерсубъективно связывающей членов общества, который стал отражать в своих произведениях грандиозную, мистическую, демоническую деформацию мира, деформацию бытия. Его произведения страшны, но эту страшность он уже начинает распознавать, в общем, не только, ну, в реалиях религиозных расприи, воин. Эту деформацию он стал связывать с тем, что все это происходит в конечном итоге изнутри. То есть с тем, что в конечном итоге связано с определенным видом магнетизма, что демонология бытия сгущается. Те из вас, кто хоть немножко, ну, так и прослеживал предшествующие вот циклы, должны помнить, может быть, те, кто был, я не помню, кто... То, в основном, пытались разобраться в одном из текстов, написанных уже вот в 17 веке, написанном в Англии, выгравшую пять изданий, вот так популярен был этот текст, который назывался «Анатомия меланхолии», автором его был Роберт Бёрд. Этот текст, конечно, пропущен, в конечном итоге, в опыте культуры, вроде бы насохранился, но в этом тексте предпринимается, что это последнее, может быть, перед началом нового времени, связанного как раз с триумфом расколдования мира через науки, уже на подходе Исаак Ньютон с его физикой, с его классической физикой и так далее. Вот Калло как раз тот, кто и показывает в своих работах магнетизм инфернальных гравитаций. И этот магнетизм связан прежде всего с инструментализацией, поскольку сами реалии войны, расчеловечивания, безумств, неспособности пользоваться хотя бы здравым смыслом и разумом, готовность принять самые абсурдные теории и идеи, в конечном итоге возможны только тогда, когда они принимаются большинством или многими. То есть это возможно только через самого человека. Поскольку человек является той бытийной, пространственно-временной и обеществленной силой, в каковой все духовные соучастники в конечном итоге и могут только реализовать себя в праксисе непосредственно метафизического физического процесса. То, что называется реальная история. Вот Галло это открыл. Но что очень важно, Галло это открыл, и Гоффман поразительным образом, я долго об этом думал, но Гоффман это открыл через то, что более всего действует эта магия, этот магнетизм инфернальность, и через воображение. Через невероятную, внутреннюю, в конечном итоге, психологическую, очень сложную динамику, где эти силы сходятся, и в конечном итоге, где и принимается решение о том, будет или не будет реализовано это воображение, это фантазия. Когда Гёте прочитал произведение Гоффмана, он испугался, схватился там за голову и сказал, нет-нет, это слишком больная фантазия. И потребовал того, чтобы его современники, что называется, следовали тому, что он целенаправленно называл эксактой фантазии, точная фантазия. Точная фантазия. Хотя при этом сам Гёте в своей точной фантазии, и в этом одна из тайн немецкого мифа, да и всей немецкой истории с точки зрения онтологии и литературы, создал, как вам всем известно, своего Фауста. Этот фаустовский проект многие современные немцы по-прежнему считают, в общем, как неизбежный, но надеясь на то, о чем даже писали некоторые русские философы, о том, что фаустовские искушения в немецком мире или в западном мире в конечном итоге подобно испытанию Иова будут преодолены. И что этот западноцентрический тип человека, он выйдет в конечном итоге к тому, что называется его истинное, естественное место в мироздании. А сколько фаустовский человек, это безусловно человек беззаконный, это человек тайны беззакония. Но вот это и тайна Гюрт с его фауста. И поэтому, например, фантазмы других романтиков, особенно те, кто, как-то ни странно, был связан с Кёнигсбергом, Гоффана, например, или Генриха фон Клейста, Гюрт и не принял, он их отверг. Да, Гоффан заходит слишком далеко с точки зрения так называемой точной фантазии. Он показывает невероятные силы, которые, в самом деле, можно прозреть только в библиоцентрическом свете. Но что же важно еще учитывать при попытке разобраться в этой новой? Важно учитывать то, что в момент, когда немецкий романтизм в общем, вот уже стал такой художественной реальностью происходящего в европейском мире с его надеждами и с его отчаяниями, безусловно, Гоффан это больше, несмотря на щелкунчика, тогда, конечно, прежде всего, конечно же, романтизм, отчаяние и какой-то невероятной сложной растерянности, которые, в том числе, магнетизер, это то, что в этот период в Германии невероятно активизировалась очень сложная наука, больше вот такого психологического направления, и поэтому для того, чтобы в той же степени немножко проникнуть в сущность вот сюжетного этого произведения, нужно хотя бы три имени учитывать. Это имя австрийского врача Франца Антона Мессмера, он жил в период с 1734 по 1115 годы, имел колоссальный успех в Европе, своими трудами и сегодня он больше забыт, который, в общем, занимался проблемой так называемого животного магнетизма. Как вот проще всего постараться понять суть животного магнетизма? Это то, что, в общем, было отражено в самом тексте Альбана, который я процитировал. То есть инфернальный магнетизм, он не просто действует психологическо, на психологические реалии человека, он буквально становится реальностью всего, всей биоорганики мира. То есть подобно тому, как, например, деформация мира у кого имеет непосредственное отношение в том числе к внешним физическим формам окружающего нас мира, просто на то, что у кого они гортесково эти деформации подсчеркнуты. Но что важно, или такое имя, которое надо упомянуть обязательно, это имя, причем с тех, кто Мессмером у нас по крайней мере я не нашел, но я не немецкому сказал, не знаю, может там второе имя, которое необходимо в этом, это имя Готхельфа Генриха Шуберта, тоже близкий к современнику близкий современник Гоффмана 1880-1863 годы. На Гоффмана большое впечатление произвела его работа, немцы ее издают, под названием рассуждение о ночных сторонах естествознания. Важно то, что Мессмер представляет все-таки в большей степени не религиозный взгляд на проблему животного магнетизма, а Шуберт религиозный взгляд в значительной степени как представляется связанность некоторыми направлениями европейского и минского масонства. Шуберт был католиком и в общем что же это за проблема, которую подымают оба вот в этих текстах? Это проблема того, что можно постараться назвать простым словом проблема неизбежной циркуляции. Циркуляции в триедином взаимоотношении духа, души и тела. Причем в этой циркуляции согласно обоим текстам повторяющим драматизмом это было очень важно участвует все мироздание. То есть участвуют все те все то, что имеет прямое отношение к антическому понятию космос. Духовные силы в значительной степени повторю еще раз духовные силы в значительной степени являются главными соучастниками этой циркуляции. Но просто напросто если например в работах Мессмера эти духовные силы как правило были связаны с положительным влиянием то у Шуберта это было в общем в дизъюнкции то есть или-или это могут быть как положительные влияния в случае если небесные духовные силы участвуют в этой циркуляции или же это могут быть разрушительные демонические духовные силы которые эту циркуляцию зашестеривают то есть лишают ее знака вечности восьмеречности и Шуберт с ужасом будучи университетским профессором он работал в университете Мюнхена видел то как в университетской среде нарастает как раз вот это вот вот это вот рассечение знака вечности это знака циркуляции в нарастании сиентистических или наукоцентрических в современном смысле тенденций и в том что в конечном итоге опыт традиционного традиционной культуры все более и более придается забвению большинством его коллег вот на эту тему он писал еще другие работы в частности у него есть работа символика сна но в этих работах одновременно большое значение занимает проблема именно сна но особенно у Мессмера в его книге вот почему когда Арбам обращаясь в песне к Тиабальду говорит ты не прочитал книги того человека то с точки зрения большинства толкователей этого пассажа это как раз вказание на этого австрийского врача Мессмера который в значительной степени затронул проблему ну в той науке какова я до сих пор еще пытается как-то быть под названием сонология то есть наука о сне сон зона совершенно особого напряжения с точки зрения традиционной культуры и в общем убийство и разрушение убийства Марии и разрушение семьи происходит именно через инструментализацию души мира во сне вот эти два имени надо постараться хоть немножко учитывать пытаясь разобраться очень сложно повторяю еще раз динамики этого произведения композиция магнифизера этой повторяю еще раз семейной хроники невероятно любопытна те кто считал наверное обратили на это внимание интересно то как вообще в немецкой традиции в целом ряде произведений начиная конечно же особенно с романтизма и заканчивая ну скажем по меньшей мере там Томасом Маном или Генрихом Биолем вообще вот тема гибели семьи становится таким знаком какой-то всеобщей всеобщего разрушения семей семейственности единого богоцентрированного человечества ну или здравственно центрированного человечества как например у Томаса Мана в его Гутенброках который под заголовок о гибели одной семьи имеется ввиду описываем в этом романе роман получил мельскую премию о собственной семье Томаса Мана благополучной семье Некациантов из Любика ну или другие гибели семьи у Клейста ну и у других немцев признать вам честно я с немцами в этом плане нередко вот их предупреждаю о том как в их собственной литературе в их собственной антологии проблема в общем затронутая собственными их авторами как она обострелена до нельзя композиция этой семейной хроники состоит из основных четырех частей первая первая часть под названием Твомя Зинт Шломя Сны Пены полны посвящена ну скажем такой экспозиции замка в этом замке если кто считал хозяин является барон имя его не названо в замке живет его друг Франс Бикерт пожилой художник дочь барона баронесса Мария и сын барона Отман это замок благополучный защищенный в этом замке все находится в состоянии ну скажем гремиостазиса такого внутреннего равновесия и в экспозиции мы встречаем с вами разговор вот в этой первой части разговор о тайне о тайне взаимоотношения духовных энергий земного человека с окружающими его незримыми духовными соучастниками отмор наиболее энтузиастический очень романтический образ вот в этой наоболе произносит вдохновенный монолог о духах пользуясь убедительным образом образом шампанского он считает то что вот наши с вами духовные проявления похожи на лопающиеся пузырьки пенящиеся шампанского цитата это духи нетерпеливо рвущиеся из земных пункт так проявляет себя в пене высшее духовное начало которое освободившись от гнета всего материального и вольно расправив крылья радостно сливается в далеких всем нам приготовленных небесных сферах с родственным и высшим духом распознавая и постигая как нечто давно ему знакомое в обращающий смысл самых удивительных явлений здесь очень важен конечно вот этот художественный знак пены напоминаю вам что из пены рождена тайна любви в греческом мифе и в значительной степени конечно поставленная в новелле проблема магнетизма напрямую касается проблемы двух магнетизмов магнетизма небесного на который рассчитывает в конечном итоге энтузиастический романтический отмор и магнетизм инфернальный демонический который в конечном итоге разрушает семью при этом сам отмор в конечном итоге учитывая все-таки то что надо спешить я не буду пытается доказать право на использование вот этого стремления духов земных к их встретению с духами небесными через гипнотическую технику магнетизма в воздействии на спящего человека он пытается право это доказать фактом того что его ближайший друг который пребывает в качестве гости в этом замке по имени Альбан сумел таким образом вернуть в состояние нормальности одну из упомянутых в его рассказе видите как много героинь мы выясняем что ее имя Августа которая будущий уже повенчанный со своим возлюбленным Телобальдом влюбляется в процессе военных перипетий какого-то итальянского заезжего офицера сумевшего через страсть ее страсть владеть в конечном итоге ее я и вот Альбан по рассказу как раз Отмара этот рассказ он подробно приводит его слушают и Барон и Франц Бикер и так далее он пытается доказать то что магнетические сеансы Альбана доказывают правоту его отмаровской теории магнетизма неба и духов которые устремляются к небе поскольку в конечном итоге Альбану удается вернуть Августу ее жениху если мы пытаемся немножко прикультурить вот это возвращение оно в значительной мере вообще связано с тем направлением немецкого романтизма я поражаюсь как Гоффман то ли это знал учитывал и может быть это все-таки его особый вид романтического вдохновения который вообще прямое отношение к католическому католической стороне романтизма многие романтики стали католиками ну вот например один из участников этой новеллы он не называется напрямую но это знаменитый новалис одна из значимых фигур в истории немецкого романтизма вот художник Франц Бекер так же как и Барон довольно скептически относится к тому о чем рассказывает Отмар и в общем испытывает серьезное недоверие к Альбану хотя у каждого из них особенно у Барона в общем вели свои конкретные поводы для того чтобы вот для того чтобы к проблеме сна относиться очень серьезно вообще проблема сна у немцев тематизирована очень сильно особенно конечно у Гоффмана но она тематизирована помимо живых фольклор самый известный бабай в немецкой бытовой детской культуре это песочный человек так называется одна из новелл Гоффмана и песочный человек согласно вот этой вот ну скажем так западноцентрической культурной интуиции или фольклорной традиции это тот кто забирает у деток глаза если они не хотят вовремя засыпать эти глаза она вносит на Луну в эзотерической традиции Луна есть место встречи во время сна где встречается ну если хотите уходящая в данный момент за пределы нашей биосистемности душа где она встречается ну скажем на оборотной стороне Луны встречается с Солнцем и в общем в той или иной степени или наполняется вот этой новой энергии Солнца эзотерической энергии на которую так много обращали внимание эзотерики и сами масоны ну и вот поэтому например детей пругали тем что эти глазки которые песочий человек закачивает на Луну они в конце концов будут отданы на расклевание страшной ночной птиц тема сна важна вот почему например так популярны были вот эти трактаты упомянутые мою выше у барона был опыт страшного сна в котором буквально он встречается с человеком этот человек был непосредственным воспитателем молодого барона во время его пребывания в дворянском лицее этот воспитатель был отставным майором служившим в датской армии и согласно ну скажем так известным слухам об этом майоре этот майор чтобы спасти себя от неизбежной гибели в ураган морской заключил договор с дьяволом ну и в конечном итоге во сне припоминает барон он видел как этот барон простите как этот майор который в общем за всех сил пытался этот договор разорвать погибает это все страшилки такие я еще не буду их слишком много вот в фильме светильнях сюжета у Гоффмана важно сделать акценты барон понимает предчувствует точнее всю важность проблемы мистических участников так же как его друг художник Франс Бекерт который абсолютно в духе классических теорий искусства говорит о том что природа не позволит природа не позволит тому чтобы наша с вами нервность души он ее связывает с потрясающей такая деталь с пространством времени природы благоустроенной пространством времени чтобы вот эта нервность души была разрушена мистическими агрессорми он буквально в своем классическом отношении к надеждам искусства говорит о том что Афеев все-таки не позволит погубить окончательно украденную душу Эвридику и вот этот монолог Франца Бекерта он в этом смысле очень показательный Франц Бекерт будучи традиционным в общем классическим художником он был единственным кто умирает в общем последним в этом замке и который по ему же записанной дневнике до конца сумел противостоять как святой Антони это буквально цитата из дневника Бекерта тем демоном которые пытались овладеть ему душу то есть мы с вами в этой завязке в этой экспозиции первой части сталкиваемся вот с теориями магнетизма энтузиастическая теория магнетизма очень важная для романтиков представлена у Отмара теориями защиты от геналичного магнетизма Франца Бекерта но что важно что когда Отмар рассказал о том как Альбам излечил от порочной любви возлюбленную Теобальта фусущая всех Мария упала без чувств и вот в этот момент происходит то чем завершается в общем первая часть будто ожидая этого в гостиную замка входит Альбам и направляется непосредственно к самой Марии и в тот момент когда Альбам подходит к Марии она приходя в себя смотрит на него и износит очень важные слова она глядя на него окрыл глаза ждать и упал на Альбана кричит оставь меня страшный человек я хочу умереть без мучений странная жутковатая улыбка промелькнула на лице Альбана барон скачил словно береваясь сказать какую-то резкость спокойствие господа спокойствие господин малышка немного возбуждена но когда она пробудется от своего целительного сна и так далее здесь уже мы с вами встречаемся с потрясающим и очень значимым конфликтом но если хотите с тем что можно назвать биосоматика духовного здоровья Марии в тот момент когда она падает в обморок и пробуждается сразу же от этого обморока и видит перед собой Альбана все еще сопротивляющаяся в конечном итоге той тому магнетизму которым она все больше и больше обладевает ею поскольку в конечном итоге в ходе сюжетного развития мы с вами узнаем то что этот замечательный человек как пишет героиня Мария в письме к своей подруге Адельгунде это уже третья это уже вторая часть простите это уже вторая часть в композиционной структуре новеллы как он ее в конечном итоге излечил от какого-то непонятного странного страха овладевшем Марии после того как ее суженный брат Адельгунде с очень значимым именем Ипполит ушел воевать скорее всего речь идет о наполеоновских войнах в таком время динамика невероятна и в этом письме во второй части Марии к Адельгунде мы с вами странным образом ничего не узнали о Адельгунде в конечном итоге Ипполит там отсутствует но в этом письме в нарративе души пишущей девушки уже почти не осталось этого чистого юноши правдом полковник ее возлюбленного напоминаем что Ипполит здесь возникают очень важные интертекстуальные связи говорят немножко те кто любит литературу в ее связях это связь конечно с античным Ипполитом из мифа об Ипполите и Федре Ипполите которые в отличие от всех участников греческого мифа был единственным кто не поддался воздействию Афродиты профанной Афродиты губящий мир в так называемой ложной любви Ипполит служил богине чистоты Артемиде вот почему имя Ипполита здесь важно как и Мария любила только этого вот эту чистоту еще сохраняющуюся чистоту воина мужчины которые вот но в ее письме Ипполита нет весь нарратив женской девичьей души проникнут Альбану причем восхищением Альбана поскольку она считает что этот странный страх который в ней был напоминаю что с точки зрения например в религиозной психологии страх это то что в начальной точке совсем неплохо ну православный например называется страх Божий это по крайней мере интуитивное предощущение того что я живу в мире в котором есть то чего стоит опасаться и поэтому любая стонабуляция и любая ну скажем демонизация нередко связана с тем чтобы избавить меня в отуплении моих чувств и способности мыслить но от естественных от естественных проявлений хотя бы биосоматического инстинкта сохранения вот почему конечно страх Марии о котором она пишет в письме к Дельгунде и которого ее излечил излечивает Альбам своим сомнамбулическим магнетизмом в общем в относительной степени подтверждает то о чем поскольку в конечном итоге я еще раз пощупил то что уже было сказано именно он убивает в конечном итоге девушку полностью обладевая ее душу и письмо и соответственно вторая часть заканчивается словами не так милая Дельгунда теперь ты знаешь все мои мысли и чувства а вот эти строки для Ипполита фактически никаких строк потому что все заканчивается третья часть этот указ процитированный уже отрывок из этой части был это письмо Альбана Телбальду где он очень щетко в общем обозначает то что уже было упомянуто обозначает то как в конечном итоге ему удается овладевать окружающим его миром это письмо безусловно страшное и в значительной степени предосвещает всю духовную историю последующих Германии это письмо прямой ключ ну скажем к феномену и тайне Фридриха Ницш это письмо в значительной степени показывает все опасности которые стоят и перед современной Россией если она не учитет опыт ну скажем по меньшей мере вот этой магической сути с точки зрения антологии литературы произошедшего западноцентрической культуры в этом и парадокс повторяю еще раз того что отражает я даже не знаю как это происходит что отражает Гоффман в своем в своем тексте в общем во многих своих текстах если хотите вот попытка вернуться ну хотя бы в то что можно назвать вот в этом романтическом нарративе поскольку в любом случае всякая речь как вы понимаете это попытка все-таки войти с точки зрения даже хороших философий языка я уж не говорю про теологию языка войти в ту реку которую проще и важнее всего назвать рекой жизнь вот выйти из реки мутности невнятности иногда стилистика вот этого гобмановского повествования она как будто свидетельствует то о чем говорил корсавин от попытки этой немецкой романтической души прорваться в том что называется правильная река в православии поскольку бессловно имеет прямое отношение хотя бы к тому что можно назвать естественная эволюция в этой циркуляции духа души и тела альбан пользуется духовными силами дарованными нашей с вами судьбе земной но эти силы принципиально инструментализируются и что очень важно овладевает он этими силами магнетически сводя их в тот так называемый пирамидальный фокус из которого рождаются гигантские гигантские силовые линии о чем говорить в процитированном но выше уже отрывке здесь можно искать множество разных исторически значимых связей Гофман очень хорошо и об этом пишут почти все его исследователи был знаком это было известно и всем с традициями тогдашнего европейского уже родившегося в основном конечно в эпоху просвещения в 18 веке европейского масонства одно из самых страшных с точки зрения ну по крайней мере такой аналитики было масонство иллюминатов оно появилось вот в Южной Германии как раз вот момент когда рождался Гофман и с точки зрения истории иллюминатов большинство например создателей самых фиктивных модернистских цивилизаций я имею в виду на западе были по крайней мере с точки зрения истории масонства связаны в ту или иную степень или остаются связаны с этой проблемой иллюминатов я не буду уточнять просто уйдем довольно далеко Альбан в общем в значительной степени даже используя символику пирамиды указывает на в то что он причащен как раз вот этой силовой магии этим магнетизмом концентрированным в соответствующей традиции это новая сила от которой замок не способен защитить самое интересное в том что пишет в письме это то что она точно узнает то что те идеи которые Альбан в общем ей имплантирует что это идеи чужеродные это новые чужеродные идеи но они привлекают ее они магнетически ее притягивают к себе вот почему Альбан в конечном итоге становится ее кумиром четвертая часть посредняя в композиционной структуре называется одинокий замок в этой части мы в конечном итоге с вами встречаемся обратите внимание как Гоффман себя реализует во всех четырех частях в первой части он говоря языком и литературной теории всезнающий автор он как будто бы находится в стороне и наблюдает за всеми участниками говоря их голосами то есть он говорит и Францам Бекертам и Баронам и Марии и так далее во второй части весь нарратив связан как раз это нарратив самой героини Марии вот о силе чудесного человека опять же Гоффман третий нарратив поиснования это нарратив самого Альбана признание его в песне к Теобальту будто бы он собирается Теобальта в чем-то очень важном убедить очень серьезные аллюзии вообще по проблему веры в данном случае христианских которые порвали в том числе и западный христианский мир ну а в четвертой части в конечном итоге появляется наконец-то я нарратив то есть сам казалось бы автор который присутствует при том как погребают умершего последнего обитателя замка художника Франца Бикерта важно то что этот я он одновременно является поверенным у того кто сейчас вступает во владение замком от барона Ф вот нового владельца замка это очень загадочный момент повествования Гоффман будто бы примеряет свою эстетическую способность в отношении того сможет ли он ну хоть в какой-то степени подобно Францу Бикерту ну сохранять способность сопротивляться магнетизму Франц Бикерт огненники которого остались в замке из текста с отрывками из которых он знакомит нас с вами последний ян оратор вот он честно пишет так что вот разве не сражался я подобно святому Антонию с тремя тысячами дьяволов и так далее то есть проверка что ли художественной художественного иммунитета против инфильтрации художественное художественное воображение нечезвичайно значимо с точки зрения вот того что я говорил в самом начале с точки зрения онтологического статуса литературы и искусства в целом я думаю поэтому убежден в том что есть литература с которой нужно быть очень и очень осторожным как он будто примеряет себя сможет ли он в общем подробно дикерту сохранить иммунитет но и в этой последней части новеллы мы с вами знаем или знакомимся с тем что в конечном итоге отражено название все ушли замок опустел последним ушел Франц Бикерт дом одинок он пуст и он опустошен злым духом в конечном итоге тем кто убил девушку Мария дождавшая своего суженного Ипполита умирает в момент бракосочетания прямо у алтаря когда Ипполит готов заключить свою жену в объятия она умирает она умирает просто потому что ее душа покидает это непринадлежащее Ипполиту тело дом опустел все уши и новелла заканчивается в общем в какой-то степени восклицательна когда же когда же цитирует я наратор дневник Бикерта Бикерт остался после смерти барона после того как от Мар на дуэли убивает и Ипполита Ипполит не может простить ему то что друг от Мара которому доверились все стал в конечном итоге причиной гибели всей семьи сам от Мар бросается в гущу сражений и тоже погибает и вот умирающий художник пишет в дневнике когда же когда же я уйду к ним к вам как будто бы обращается он к былым обитателям и последние слова Гоффмана в этой новой и он ушел со знаком восклицательным что имеет ввиду Гоффман ушел ушел иммунитет художественной культуры которая вот в этой особой антологической динамике отраженной романтизме а это конечно же столкновение двух онтодинамик о которых я уже говорил двух магнетизмов в общем в значительной степени ставит вопрос о месте художника в целом в его в мире его в мире и его место в борьбе этих двух динамик завершая я хочу конечно же поблагодарить Гоффмана за его поразительное творчество оно безусловно гениально с точки зрения литературных параметров это касается всего его творчества и конечно же я очень хочу ему посочувствовать поскольку в общем те из вас знаете его судьбу знают что бедный Гоффман великий при этом наделенный невероятным талантом бедный Гоффман так и не нашел своего убежища в общем вот в этом магнетизируемом альбаном мире вот его мечущаяся безусловно душа о чем написано так много и в том числе в его произведениях она не обрела подъемные силы под воздействием того магнетизма для которой эта германская гениальная душа так и не смогла открыться вот почему конечно же в той или иной степени даже имя Христа упомянуто в этой новелле правда только один раз вот в какой-то степени бессловно испытывая серьезное если хотите интуитивное доверие к христианству Гоффман находясь в важнейшей вот еще раз пощупью вот этой магнетической динамики германского мира в общем так и не сумел не сумел в общем обрести для себя ту силу которая могла бы все-таки противостоять силе альбанов но что важно во всех своих произведениях Гоффман узнается как невероятно протестная душа это дорогого стоит вы не знаете из его жизни что даже уже будучи довольно успешным чиновником благодаря прежде всего очень близкому другу племяннику известного кунигсберского обертбюргермайстера одна из масонских таких значимых фигур в истории Германии имеющая прямое отношение здесь будущим наследником этого обертбюргермайстера сделавшим блестящую карьеру Гоффман в общем конечном итоге после окончания наполеоновских войн нашел казалось бы в той или иной степени свое прибежище в Берлине где он служил чиновником комиссии министерства юстиции занимал достаточно надежные финансовые отношения и пост но его протестность продолжалась до конца и если бы его внезапная смерть скорее всего он поплатился бы в этой протестности безусловно художественной он поплатился бы и в своей конечном итоге карьеры вот эта протестность о многом говорит например Томас Ман когда писал во время Первой мировой войны одиночек на тему немецкого духа на фоне этой войны в общем значительной степени ссылаясь на геники Достоевского и другие писателя писал о том что с его точки зрения Томас Мана в германском духе все еще распознаются признаки какой-то важной для всей истории протестанства протестности протестности он не смог до конца ну в общем цепляясь в какой-то степени потому что о протестности немецкого духа первым в значительной степени повторяю еще раз упомянул Достоевский имеется ввиду той протестности которую он связывал в значительной степени как протестность против тех тенденций инфернализации бытия которые стали судьбой западной культуры вот Гоффман протестующий гений и хотел он этого или нет но во всем своем творчестве я думаю что на фоне вот проблемы современных мистических технологических реалий нашего современного мира у нас есть серьезный повод задуматься о том что в этой новелле о тайне смотрения о тайне глазения о тайне инструментализации наших душ через если хотите мистическую электромагнетику окружающих нас с вами в том числе гаджетных реальностей и в этой связи проблема магнетизма и нашего места включая современную Россию вот с ее сегодняшней странной такой протестностью я бы к ней хорошо очень отношусь единственное что сможет ли мы в той степени этот потенциал протестности но все-таки реализовать во внутренней своей судьбе где так много романтического ну все большое спасибо я на этом закончил спасибо спасибо спасибо